Здравствуйте! В эфире телеканал АРИС Новости. Меня зовут Владимир Антушкин. Начнем наш выпуск с включения из городской прокуратуры, чтобы не заставлять ждать представителя надзорного ведомства. Предварительно скажу, что Кумертауская прокуратура регулярно планово проверяет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Подробнее узнаем у помощника прокурора Георгия Должикова. Он у нас на связи. Здравствуйте, Георгий Юрьевич. Расскажите о плановых проверках. Здравствуйте! В прокуратуре города утвержден проект сводного плана проверок индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на 2017 год. Сообщаем, что в проект сводного плана включено 53 хозяйственных субъекта. Основная нагрузка в ходе проверок контролирующими органами ляжет на муниципальные учреждения и государственные учреждения, в том числе образование. Кроме того, сообщаем, что органами муниципального контроля, органами Росреестр и органами МВД плановых проверок на 2017 год не утверждено. Как будут проводиться проверки, например, органами МВД? Проверки этими органами будут проводиться только во внеплановом порядке, в том числе по согласованию с органами прокуратуры. Спасибо. Я напомню, у нас на связи был помощник прокурора Георгий Должиков. Он рассказал о плановых прокурорских проверках. В городской мэрии прошло собрание председателей участковых избирательных комиссий. Планировали работу, распределяли обязанности, обсуждали вопросы о повещении избирателей о месте и времени работы участков. А также процесс выдачи открепительных удостоверений. На организационное совещание были приглашены председатели и секретари участковых комиссий. Руководителями территориальной избирательной комиссии были отмечены изменения, внесенные в законодательство Российской Федерации и в Кодекс Республики Башкортостан. А также заявлено точное количество кандидатов в депутаты на выборы в Государственную Думу и в Местный Совет. У нас зарегистрировано 9 кандидатов, выдвигалось 11, но у нас не получили регистрацию самовыдвиженцев по различным причинам. На сегодняшний день в бюллетень будут вноситься 9 кандидатов по нашему одномандатному в Салаватскому округу номер 7. Подобные собрания проводятся для планирования обязательных мероприятий, которые будут возложены на комиссии. Секретарями участковых организаций фиксируются основные данные о ближайших событиях, связанных с распределением обязанностей среди членов комиссии. Кроме этого, на руки сегодня председатели участковых избирательных комиссий получили перечень обязательных мероприятий, которые необходимо провести первоначально, открывая работу участковых избирательных комиссий. В этих сведениях указаны режимы работы и сроки получения необходимой документации от территориальной избирательной комиссии. По итогам совещания был намечен определенный план работы. Очередное заседание председателей участковых избирательных комиссий состоится 9 сентября. Научиться вязать морской узел, взять пиратские псевдонимы, в какой-то степени почувствовать себя мореходом. Такие возможности учащимся 9-й школы предоставили сотрудники библиотеки. Приключения организовали сразу после первого учебного дня. В Центральной детской библиотеке состоялось мероприятие для школьников под названием «Свистать всех наверх. Игра путешествия». Организаторами стали сотрудники библиотеки. Мы работаем для детей, в основном, конечно, взрослые приходят, но в основном наши читатели – это дети. Они здесь у нас не только читают, но и учат уроки, проводят свободное свое время, как-то образовываются, повышают свой интеллектуальный уровень. На этом мероприятии ребятам рассказывали о морских названиях, кораблях, пиратах и вообще все, что связано с морем. Неспроста была выбрана именно такая тематика в первые дни осени. Это познавательная игра, конечно, очень много они сегодня узнают. Вот как я уже говорила, какие пираты раньше были, как они вели свой образ жизни. Это такой шаг в историю, как это все раньше происходило. Ну и немножечко после лета они вспомнят все-таки о море, о солнце, о птицах, пении птиц, о шуме волн. Первый день вот они сегодня отучились, сразу после уроков придут к нам. Мероприятие прошло в два этапа. Официальная часть началась с теоретических познаний. Школьники полностью погрузились в историю морских приключений. Участники мероприятия отвечали на вопросы, отгадывали загадки, придумывали себе пиратские имена и учились завязывать морские узлы. И тихонечко продеваем их вниз. Получился у нас вот такой морской узел. После чего детям было предложено поиграть в подвижные игры. Школьники под музыку выполняли движения, озвучиваемые ведущими. При этом сохранив тему мероприятия. Все, ребят, молодцы, присаживайтесь. Самое главное для взрослых – видеть счастливые лица детей. В этот день в библиотеке не осталось ни одного школьника, который был бы недоволен проведенным днем. Мне очень нравятся тут библиотеки. Все мероприятия тут очень веселые, интересные. Мне очень нравится. Я сюда прихожу, я уже тут записана, книги беру, интересно. Библиотека – это очень хорошая. По словам сотрудников, подобные мероприятия будут проходить и дальше. Все желающие могут приходить и принимать участие в жизни детской библиотеки. В воскресенье 4 сентября в рамках открытого первенства Башкортостана по футболу Кумертаусцы провели ответный матч против футбольного клуба «Билибей». Подробности в следующем репортаже. 28 августа стадион «Шахстер» принимал первый матч между этими командами. Тогда с минимальным счетом одержал победу футбольный клуб «Билибей», отличившись в середине первого тайма. На ответную встречу Кумертаусцы настроились только на победу, ведь первая лига совсем близка. Мы на игру настроились, ребята поехали с большим настроем, чтобы выиграть и отомстить, можно сказать, за поражение дома. 0-1, приехали с первых минут, мы начали смотреть на «Билибей», они тоже боялись нас, конечно. И первые 10 минут никто не атаковал, как бы боялись друг друга. Большую уверенность придал быстрый гол. На 15-й минуте Иван Епифанов выводит нашу команду вперед. Счет 1-0. При таком раскладе можно было играть от обороны, но наша команда продолжила давить на соперника. К первому тайму счет мог стать крупнее, но подвела реализация. Начало второго тайма обескуражило хозяев. Сначала на 50-й минуте Епифанов делает счет 2-0, а к 60-й минуте он же оформляет хитрик, устанавливая окончательный счет 3-0. За 90 минут город Билибей не провел ни одной атаки и, как бы сказать, не ударили поворотом. Спасибо за слуга ребят. Оборонялись хорошо, оборона была. И атакующие ребята, конечно, показали свое дело. Спасибо большое Епифанову Ивану, который в нападении забил все три гола. И большое спасибо ребятам. Был хороший настрой. Изначально у нас тактика была как бы сыграть от обороны, так как играем на выезде с командой противника. Они дома при поддержке своих трибун знали, что побегут вперед, будут прессинговать. И изначально была тактика сыграть в три полузащитника центральных с одним нападающим. И как бы от оборонки чуть-чуть. Ну, потом, как видите, на контратаках ловить, забивать. Что у нас и получилось. Проиграв первую игру дома, пришлось выявлять победителя за выход в финал в серии 11-метровых штрафных ударов. И здесь удача была на стороне футбольного клуба Кумертау. Счет в серии пенальти 4-3. Здесь свою лепту внес основной вратарь нашей команды Азамат Газизов. Сначала он сам реализовывает пенальти, а потом уже отбивает удар соперника. Гостевой победой в основное время и в серии 11-метровых ударов Кумертау выходит в финал, где 10 сентября узнает своего соперника. С большой долей вероятности им станет клуб из Трелетамака, который в первой игре разгромил соперника 6-1. Вышли в финал Республики Башкортостан. Скорее всего, город Стрелетамак будет нашим соперником. Это очень приятно, выйти в финал и с таким настроем, что к концу сезона мы очень сильно сыгрались и показываем неплохой футбол. Спасибо ребятам. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, Артур Устеменко. Телекомпания «Арис». Это была последняя информация выпуска. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова